Здравствуйте! В студии Зарина Ахмадулина, а мы продолжаем прямые эфиры с представителями институтов. Сегодня поговорим о поступлении в Институт филологии межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. Абитуриенты, напоминаю, вы можете задавать свои вопросы о поступлении, экзаменах и проходных баллов в группе ВКонтакте КФУ. На наши вопросы сегодня ответят доцент кафедры русского языка как иностранного ИФМК КФУ Екатерина Геннадьевна Штырлина. Здравствуйте! Добрый день! И доцент кафедры контрастивной лингвистики ИФМК КФУ Кира Рустемовна Вагнер. Здравствуйте! Здравствуйте! Перед тем, как приступить к вопросам, я знаю, Кирю Геннадьевну, ой, Екатерина Геннадьевна, вы подготовили для нас презентацию. Даю слово. Спасибо! Добрый день, уважаемые абитуриенты, их родители и все те, кто интересуется обучением в Институте филологии межкультурной коммуникации. Сегодня я представляю высшую школу русского языка и межкультурной коммуникации, в частности, кафедру русского языка как иностранного. И сегодня я хочу познакомить вас с теми образовательными программами, которые реализуют наши кафедры и которые, возможно, заинтересуют вас. Итак, давайте начнем. Надеюсь, что презентацию сейчас продемонстрируют на экране, и ребята смогут ее увидеть, поскольку она была подготовлена для них. Итак, дорогие друзья, начнем мы с образовательной программы «Прикладная филология. Русский язык как иностранный» с углубленным изучением иностранных языков. Итак, особенностью данной программы является сочетание фундаментальной и прикладной филологической подготовки наших обучающихся. В процессе обучения наши студенты получают знания в области современного русского языка, методики преподавания русского языка как иностранного, русской и зарубежной литературы, истории мировой художественной культуры. К тому же в рамках данной образовательной программы наши студенты могут освоить как минимум два иностранных языка. В период обучения в бакалавриате студенты изучают обширный комплекс лингвистических, литературических и культурологических дисциплин, а также знакомятся с сопутствующими дисциплинами от экономики и информатики до психологии личной эффективности. Несомненным плюсом данной образовательной программы является возможность обучения в интернациональной группе. Подобная образовательная парадигма, безусловно, является доминирующей в рамках того, что обучение позволит нашим студентам практиковаться в межкультурном общении в период обучения в ВУЗе. Если мы говорим о возможностях наших студентов, то, безусловно, наши ребята принимают активное участие в культурно-просветительских и научно-образовательных мероприятиях. Так они становятся участниками, например, Международной студенческой конференции «Русский язык в 21 веке. Исследования молодых». Они участвуют в эстафете конкурсов, связанных с традициями русской культуры и тонкостями русского языка, приключений иностранцев России, флешмобах и конкурсах, которые приурочены к празднованию юбилейных дат, связанных с именами великих русских писателей. Кроме того, перед нашими студентами открываются прекрасные возможности участвовать в грантах, стажировках и получать дополнительные стипендии. Выпускники образовательной программы «Прикладная в филологии русский язык как иностранный» с углубленным изучением иностранных языков востребована в образовательных организациях, издательствах, в сфере лингвистической экспертизы, в библиотеках, а также в системе российского и зарубежного образования. Это коротко о первой образовательной программе. Сейчас я познакомлю вас с другой образовательной программой, тоже программой бакалавриата. Одну минуту, пожалуйста. И расскажу о тех особенностях, которые связаны непосредственно с ней. Итак, вторая программа, о которой мне сегодня хотелось бы рассказать нашим амбитуриентам, это образовательная программа «Лингвистика русский язык как иностранный». Не знаю, есть ли среди подключившихся сейчас иностранные граждане. Если есть, то, безусловно, эта информация будет актуальна прежде всего для них. Потому что данная образовательная программа ориентирована на специализированную лингвистическую подготовку иностранных граждан по русскому языку. Обучение по этому профилю прежде всего ориентировано на формирование у обучающихся системы знаний о русском языке и возможности преподавания русского языка как иностранного за рубежом. Структуру программы составляет широкий спектр как теоретических, так и практических дисциплин, которые обеспечивают всестороннее изучение современного русского языка. На занятиях студенты знакомятся с особенностями русской лексики, фонетики, словообразования, морфологии, синтаксиса. Они изучают историю русского языка, занимаются редактированием текстов, написанием творческих текстов, анализом художественной литературы, а также изучают классические и современные произведения русской художественной литературы. Большое значение в период обучения уделяется и методическому аспекту, направленному прежде всего на формирование у обучающихся навыков преподавания русского языка как иностранного в аудитории, прежде всего тех, для которых русский язык является неродным, то есть для инофонов. Изучение русского языка, оно безусловно, вернемся вот к этому слайду, связано и с погружением наших иностранных студентов в языковую культурную среду России, то есть в рамках обучения они знакомятся с историческими, национальными и культурными особенностями нашей страны. Поэтому для наших иностранных студентов организуется огромное количество экскурсий, мы посещаем музеи, театры, выставки, достопримечательности не только нашего города, но и нашей республики и нашей страны. Безусловно, необходимо отметить, что иностранные граждане, так же как российские студенты, принимают активное участие в всевозможных фестивалях, конкурсах, мероприятиях, которые посвящены русскому языку и русской литературе. Они, безусловно, принимают не только участие, но и демонстрируют те знания, которые получают в рамках обучения в нашем институте, на нашей кафедре, и очень часто занимают призовые места на всевозможных всероссийских, республиканских, городских научно-образовательных мероприятиях. После окончания бакалавриата возможно обучение продолжить в магистратуре по направлению филологии русский язык как иностранный. По этой образовательной программе информацию сегодня я дам, и эта программа, она действительно будет интересна не только иностранным гражданам, но и нашим российским абитуриентам, поскольку у нее есть огромное количество плюсов, о которых сегодня я вам расскажу. Если говорить о возможностях трудоустройства по данной программе, то необходимо отметить, что наши выпускники имеют широкие возможности трудоустройства, они могут работать в качестве преподавателя средних учебных заведений, переводчиков в государственных и коммерческих организациях, специалистам по языковым и социокультурным проблемам в сфере образования, в международной торговле и туризме. Перейдем к следующей образовательной программе, которая, я думаю, заинтересует многих из вас. Одну минуту, пожалуйста. Так, это направление магистратуры, которое пользуется огромной популярностью не только у иностранных граждан, но и у тех ребят, которые получили непосредственно обучение по филологическим дисциплинам в рамках бакалавриата в России, у россиян именно, у российских абитуриентов. Итак, дорогие друзья, давайте немного поговорим о программе магистратуры «Филология. Русский язык как иностранный». Если мы обратимся к этой программе, то, безусловно, прежде всего мы говорим о том, что наши студенты в рамках обучения по данному направлению знакомятся с основами организации и функционирования русскоязыковой системы. Они знакомятся со спецификой преподавания русского языка как иностранного и ключевыми вопросами межкультурной коммуникации. Структуру магистерской образовательной программы вы можете увидеть сейчас на слайде. В нее входят такие блоки дисциплин, как практические курсы русского языка, как иностранного, рустистика, литературоведение, культура и образовательные технологии. Магистерская программа готовит студентов к осуществлению научно-исследовательской деятельности. То есть в данном случае мы говорим о самостоятельном научном исследовании в рамках тех вопросов, которые я озвучила. То есть наши магистранты занимаются научно-исследовательской работой, начиная с самого первого года обучения. И тематика, она, безусловно, является широкой. Кто-то связывает свою деятельность с изучением особенностей одного из аспектов, современного русского языка. Кто-то занимается методическими вопросами в рамках именно методики преподавания русского языка, как иностранного. Но, безусловно, эти труды заслуживают внимания, они отличаются новизной, актуальностью. И ребята действительно делают тот шаг в будущее в рамках, например, продолжения научно-исследовательской работы в аспирантуре, которая, безусловно, имеет большое значение в научной среде. Обратимся к следующему слайду. Мы говорили о том, что научно-исследовательская деятельность, конечно же, в рамках обучения в магистратуре превыше всего, но ребята занимаются и прикладной, и педагогической деятельностью. В рамках именно методики обучения РКИ они разрабатывают учебно-методические материалы, проводят практические занятия по филологическим дисциплинам в иностранной аудитории и принимают активное участие в научно-образовательных мероприятиях и культурно-просветительских мероприятиях, которые направлены на популяризацию и продвижение русского языка за рубежом. На слайде вы видите перечень всего лишь нескольких. Из нескольких мероприятий, которые являются ключевыми для наших магистрантов, на самом деле этот перечень может быть расширен, поскольку огромное количество и фестивалей, и конференций, и конкурсов, и флешмобов, связанных с русским языком, привлекает внимание наших ребят. Безусловно, после успешного освоения этой образовательной программы ребята получают диплом государственного образца, и в этом дипломе обозначается квалификация магистр по направлению филологии. Выпускники магистратуры могут работать в большом количестве организаций, на слайде сейчас представлены некоторые из них, то есть это могут быть образовательные учреждения, лингвистические центры, туристические агентства, средства массовой информации, а также наши выпускники занимаются культурно-просветительскими проектами, их разработками на базе центров зарубежной культуры. Кроме того, безусловно, плюсом данной образовательной программы является и то, что данная программа имеет государственную и общественную аккредитацию, а также международную валидацию аккредитационного агентства Германии и ВАЛАК. И в регистре тех программ, которые были аккредитованы, магистратура по РКИ получила наивысшую оценку, это 5 звезд. Я думаю, что если мы говорим коротко, то это основные образовательные программы, которые реализует кафедра русского языка как иностранного. И здесь, опять-таки, если мы обобщим все три направления, то несомненным плюсом для российских граждан это будет прежде всего фундаментальное и прикладное изучение русского языка, возможность выйти на методический аспект, то есть преподавание русского языка как иностранного в зарубежной аудитории, возможность практиковать эту методику, не только в рамках, например, практики, которая, безусловно, имеется в учебных планах каждый из этих дисциплин, но и возможность практиковаться именно в самой образовательной среде, потому что наши российские студенты, они учатся бок о бок с иностранцами, которые приезжают сюда, в Казань, в Казанский федеральный университет, для того, чтобы изучить русский язык, для того, чтобы постичь нашу великую, богатую русскую литературу, для того, чтобы понять, а какая она русская культура. Иногда у студентов возникает множество вопросов, а может ли россиянин обучаться с иностранцем в одной группе, как это происходит, ведь это разные уровни владения языком. Безусловно, здесь хочется сделать акцент на том, что если мы говорим о иностранцах и россиянах, то практически курсы изучения русского языка, они подразделены на подгруппы. На лекционных курсах россияне и иностранцы прослушивают теоретический материал вместе, в одной аудитории, а вот уже россиянам предлагается углубленный курс изучения этих дисциплин, которые есть. Отработка же именно навыков и умений в рамках изучения русского языка, как иностранного для иностранных граждан, проходит по своей методике. Здесь же также несомненным плюсом хочется отметить и то, что на кафедре работают высококвалифицированные специалисты, которые много лет работают с аудиторией иностранных граждан, которые выезжали за рубеж, которые практиковались. И также нас всегда радуют успехи наших обучающихся, которые после окончания наших образовательных программ связывают свою жизнь с русским языком, с популяризацией, продвижением русского языка, в том числе за рубежом. Кто-то уезжает за границу и преподает русский язык там, кто-то остается здесь и продолжает свою научную исследовательскую деятельность не только в Казани, но и в таких крупных городах, как Москва, Санкт-Петербург и другие. На самом деле наш институт дает прекрасные возможности для развития, для самореализации, для продвижения тех ценностей, которые сплочают наше общество, потому что язык и культура, и литература – это все та духовно-нравственная основа, которая является, наверное, связующим звеном для всех нас. И, безусловно, огромное количество абитуриентов всегда радует нас, и мы приглашаем вас не только поступать в наш институт, но иногда абитуриенты говорят, есть ли какие-то программы, когда мы можем прийти и познакомиться, например, с системой обучения. Да, наш институт реализует множество проектов, когда студенты могут побыть, например, в роли студента, и побывать, например, в институте, на наших парах, увидеть изнутри, как происходит период процесса обучения. Поэтому мы будем всегда рады видеть вас. У нас есть каналы, группы ВКонтакте, и есть другие социальные сети, в которых мы рассказываем о наших программах обучения. Пожалуйста, если вас заинтересует, задавайте свои вопросы, приходите, мы будем рады видеть вас. Спасибо. Спасибо вам большое, Екатерина Геннадьевна, за такую подробную презентацию. Теперь давайте перейдем к основному блоку вопросов. Какие иностранные языки изучаются в рамках профиля «Прикладная филология. Русский язык как иностранный» с углубленным изучением иностранных языков? Спасибо большое за вопрос, ребята. В данном случае основной акцент делается на русском языке как иностранном, и плюс дается два именно иностранных языка. Первый основной язык – это английский, то есть углубленное изучение английского языка. А вот уже второй иностранный язык дается на выбор. Что это значит? Когда сформируется группа, руководство института предлагает группе на выбор несколько иностранных языков. Например, немецкий, испанский и китайский. Обращаю ваше внимание, что набор языков может меняться в зависимости от того, какие преподаватели в данном случае имеют соглашение с Казанским федеральным университетом, потому что некоторые языки преподают именно носители языка. Так, например, студенты 131 группы, это студенты-первокурсники по тому направлению, о котором спрашивали абитуриенты, сделали выбор в пользу китайского языка. И сейчас они изучают русский язык как иностранный, как ключевой в рамках методики именно преподавания РКИ за рубежом. Они углубленно изучают английский и китайский языки. Какой выбор сделаете вы, это ваше решение. Также хотелось бы узнать, принимают ли студенты участие в международных научно-образовательных мероприятиях? Хорошо, спасибо большое за вопрос. В данном случае хочется сказать, что международные мероприятия действительно являются тем ядром, который составляет нашу внеаудиторную жизнь. Почему? Потому что мы проводим не только мероприятия в рамках нашего института, в рамках нашего города, России. Об этом я говорила в презентации, что все российские, республиканские, городские мероприятия. Но очень часто наши мероприятия носят международный уровень, международный характер. И если даже мы вспомним последние месяцы, мы организовывали с ребятами международный телемост, международную видеоконференцию. В двух странах это Узбекистан и Китай. У нас был выход на Второй Пекинский институт иностранных языков и Ферганский государственный университет. Это были мероприятия, которые направлены на популяризацию и продвижение русского языка на международной арене. И в данном случае в этих мероприятиях принимают участие и наши студенты, и россияне, и иностранные граждане. Мы знакомимся и знакомим и с культурой той страны, которая в рамках мероприятий участвует в таком формате, так скажем, реализации наших проектов. И, безусловно, все наши обучающиеся, если у них есть такое желание, могут принять в международных мероприятиях не только научно-образовательного, но и культурно-просветительского характера. У нас очень развито волонтерство, например, ребята пробуют тебя. Это своеобразная практика, когда ребята выходят вне аудитории, и те полученные знания, те знания, которые они получили в нашем институте, уже репрезентируют, актуализируют в той зарубежной аудитории, которая, наверное, интересуется русской культурой и которой в будущем, возможно, они будут нести тот светоч русской культуры, о котором мы с вами сегодня говорим. Спасибо. В вашем институте есть программа «Педагогическое образование. Русские и английские языки». Хотелось бы узнать, в чем особенность этой программы. Да, я отвечу. Особенность этой программы в первую очередь в том, что в ней представлено два профиля подготовки, не один. В программе «Педагогическое образование. Русские и английские языки» сочетается изучение двух мировых языков – русского и английского, а также одной из древнейших наук педагогики. Цель программы – это овладение одной из самых важных и востребованных на сегодняшний день профессий – профессии учителя-лингвиста. Данная программа направлена на подготовку бакалавров, владеющих двумя языками – русским и английским, которые готовы осуществлять образовательные программы и образовательные проекты в средних школах, бакалавров, которые способны решать профессиональные задачи в области образования. По окончании университета в выпускнике этого направления педагогическое образование с двумя профилями подготовки «Русский язык и английский язык» могут построить карьеру, став высоко квалифицированным учителем русского и английского языков на различных уровнях обучения. Могут стать переводчиками, редакторами, сотрудниками издательств, сотрудниками туристических фирм, которые занимаются международным туризмом и международной информационной деятельностью. Уважаемые абитуриенты, мы приглашаем вас в Институт филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета на направление «Педагогическое образование русский и английский языки». Хотелось бы также узнать, каково соотношение в данной программе часов, отведенных на изучение русского и английского языков? Соотношение часов, отведенные на изучение русского и английского языка – 50 на 50. Перечислю ключевые дисциплины. Что касается английского языка – это, во-первых, основы речевой англоязычной компетенции, практикум по культуре речевого общения на английском языке, практическая фонетика английского языка, практическая грамматика английского языка, деловое письмо на английском языке, академическое письмо на английском языке, обучение чтению на английском языке, обучение говорению на английском языке. Что касается русского языка, это, например, морфология русского языка, стилистика русского языка, историческая фонетика и грамматика русского языка, методика обучения видом речевой деятельности в области русского языка. Это как лексикология русского языка, так и лексикология английского языка, синтаксис русского языка, синтаксис английского языка, методика обучения воспитания в области английского языка и методика обучения и воспитания в области русского языка. Студенты также изучают историю русской литературы, историю зарубежной литературы, лингвистические аспекты анализа устной и письменной речи учащихся, мировую художественную культуру, русскую художественную культуру, информационные технологии в образовании, также общая основа педагогики, педагогическую психологию, социологию, образование, ведение в языкознание. Спасибо. Возможно, нас сейчас смотрят студенты, которые мечтают поступить в аспирантуру. Есть ли возможность продолжить обучение по направлению русский язык как иностранный в аспирантуре? Спасибо за вопрос. Да, безусловно, есть, но здесь мы, наверное, должны говорить о трехступенчатой форме. Это бакалавриат, магистратура и аспирантура. О направлении бакалавриата и магистратуры я сказала. И следующая ступень, это, безусловно, аспирантура. И в данном случае вы можете реализовать себя по двум специальностям. Это специальность русский язык 1002-01 или специальность 13002, теория и методика обучения и воспитания русский язык как иностранный. То есть все возможности созданы, в данном случае должно быть только желание. Где проходит практику студенты вашего института? Педагогическая практика по русскому языку и по английскому языку проходит в школах, лицеях, гимназиях города Казани. В этом году это, например, шестая гимназия, это 13-я школа, 51-я школа, 132-я школа с углубленным изучением отдельных предметов, это 161-я школа, 167-я школа с углубленным изучением отдельных предметов, это академические лицеи имени Лобачевского. Хорошо, спасибо. А предоставляется ли общежитие вашим студентам института? Да, безусловно. У университета есть несколько блоков, это и деревня универсиады всем знакомые, есть общежития, которые на улице Пушкина, на Гвардейской располагаются, да, такие возможности есть. Какие новые программы появились в магистратуре вашего института? Расскажите, пожалуйста. В институте филологии и межкультурной коммуникации, несомненно, есть программа магистратуры по педагогике и по филологии. В прошлом году, например, открылась новая специальность магистратуры, она называется Международная профессиональная коммуникация в евразийском пространстве. Эта специальность магистратуры ориентирована на изучение евразийских языков и культур. Спасибо вам большое. На этом наш КФУ Live подошел к концу. У нас в гостях были преподаватели Института филологии и межкультурной коммуникации, доцент кафедры русского языка как иностранного ФМК КФУ Екатерина Гедальцевна Штырлина и доцент кафедры контрастильной лингвистики ФМК КФУ Кира Рустемовна Вагнер. Спасибо вам за то, что пришли. Будем рады видеть вас снова у нас в гостях. С вами была Азарина Ахмадулина. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok